Долгие годы, особенно в советские времена, существовало безапелляционное утверждение, что украинцы и россиян связывают единые корни, общее происхождение со времен Киевской Руси. Украинцы и россияне якобы братья-славяне, которых объединяет дружба навеки. Этот тезис о единстве зорко охраняли коммунистические идеологи, как в Киеве, так и в Москве. По их указаниям слагались стихи и песни, писались многочисленные книги и картины, назывались улицы, площади и парки, устанавливались гигантские монументы. Так были ли на самом деле братьями-славянами украинцы и россияне? Нет, таковыми их считать нельзя. И нельзя считать по нескольким причинам. Главная причина, что украинцы должны, мы ведем разговор о корнях, о происхождении нации. Так вот, украинцы славянского происхождения. Это те племена, что обитали на просторах нашей Украины. Поляне, древляне, уличи, тиверцы, северяне и десятки других. А московиты жили всегда только на территории Ростова-Суздальской, Рязанской и Центрально-Черноземной частей. И они никакого отношения к славянам и к нашим племенам никогда не имели. Это не мое какое-то желание. Этому есть очень много доказательств. Киевская Русь существовала задолго до возникновения Великого княжества Московского. В результате якобы объединения русских земель Московия украла кусок украинской истории с начала 9 века. Факт псевдоприсоединения и был положен в основу мифа об общем происхождении украинцев и россиян. Как нам жилось в крепких объятиях старшего брата, мы еще хорошо помним. Первой под удар всегда попадала украинская интеллигенция. В 30-х годах прошлого века возникло понятие «враги народа», которые якобы саботировали выполнение пятилетнего плана. Аресты и процессы в 60-е годы были реакцией властей на активизацию деятельности шестидесятников. Власть не могла мириться с самыздатом и контактами прогрессивной интеллигенции с украинской диаспорой, Западной Европы, Соединенных Штатов, Канады. В советский период Украина потеряла более 25 миллионов своих сыновей и дочерей, которые погибли в войнах в интересах России, в гулагах, галодоморах, во время коллективизации и просто в ссылках и в застенках. Практически четверть века Украина и Россия существуют как независимые и самостоятельные государства. Однако миф о якобы общих корнях украинцев и россиян продолжает жить. Когда Путин стал президентом, ему очень не понравилось, что история якобы великой России берет свое начало в соседнем государстве, в Украине. Тогда были собраны академики РАН и выдано задание немедленно исправить эту ошибку. По мнению президента Путина, Россия должна иметь свою героическую историю. Таким образом, он задал вопрос, и ему сказали ученые, академики, профессора, что мы можем написать историю, но надо, чтобы вы приняли политическое решение. Потому что будет разрушен каркас всей структуры российско-исторической науки. А вдумав это, Путин решил оставить все как есть. Пусть остается Киевская Русь, ведь не может же Великая Россия брать свое начало со времен монголо-татарского ига. И продолжила распространять миф о якобы единстве славянских народов. Ведь мы не просто близкие соседи, мы фактически, как я уже много раз говорил, один народ. Киев – мать городов русских. Древняя Русь – это наш общий исток. Мы все равно не сможем друг без друга. Оказывается, все так просто. Вместе и более никак. А если мы не хотим и не согласны быть вместе? Можно было бы посмеяться над этими фантазиями, если бы не истерическая атмосфера реваншизма, шовинизма и милитаризма, которая охватила российское общество и ведет к откровенному военному противостоянию на востоке Украины. Сегодня двойные стандарты России никого не удивляют. Подчиняешься ее величию – ты брат. Не признаешь иллюзий сверхдержавы – ты враг. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...